Всем привет, дорогие друзья! С вами я тут. Сегодня мы с вами поиграем в Transport Fear. Вы спросите меня, мы же уже проходили эту игру. Да, друзья, мы перепроходим для того, чтобы получить наилучшие результаты. Итак, сегодня у нас будет ждать индустриализация. Мы ее уже проходили на 4 золотых медалей. Будем проходить, соответственно, на лучшее, лучшее значение. И будем добывать сегодня сталь. Сталь вот двигатель прогресса. С ней, возможно, и все. В Питтсбурге столица американской металлургии. Печи работают день и ночь. Ну, в общем, друзья, давайте начинать. Итак, 1880 год. Питтсбург. Мировая цитаталь стальной промышленности. Самое время инвестировать средства в сталь и предприятия механической инженерии. В этом случае у нашей компании всегда будет достаточно железных коней в запасе. Наш друг Джордж Вистенгаус, чье изобретение пневматический тормоз, привернул всю железнодорожную промышленность, ведет дела в Монравиле, где он изучает электричество. Так, Джордж Вистенгаус убежден в превосходстве переменного тока и желает производить все новое осветительное оборудование, а также двигатели на своей новой фабрике. Только вот предприятия в Сенгаусе расположены весьма неудобно. Прямое железнодорожное сообщение между городом и поселением значительно упростит некоторые вещи. Рабочие не будут утомляться от пеших переходов до фабрики во время своих смен. Соедините город Монравиль с железнодорожной сетью и убедитесь, что рабочие могут туда добраться. Короче, построить пассажирские станции Монравиль в Питтсбурге Централ и наладьте движение пассажирских поездов между городами и построите также маршрут экипажей, чтобы люди туда подъезжали. Окей, давайте найдем, где это у нас Монравиль. Вот он у нас находится, где. Вот такой вот великолепнейший городок. Окей, и теперь мы будем сейчас с вами строить железную дорогу. Окей, так, ну что, начнем с того, что начинаем строить железную дорогу вот здесь, пассажирскую. Да, конечно. Вторая станция, куда нам нужно будет отправиться, находится вот тут. И нам нужно будет в Централ доставлять наших добрестных работников. Потом мы туда будем их доставлять ничем иным, как экипажами. Но экипажи чуть позже, и сейчас давайте-ка мы с вами построим железяночку. Железяночку, дорожечку. Аккуратно постараемся сэкономить. Не знаю, что из этого получится, но постараемся сэкономить. Что-то дороговато, дороговато. Ну ладно, хрен с ним. 30. Дорого, дорого, друзья. Все дорого. Поначалу здесь, конечно, экономить придется очень сильно. Что и говорить. Но мы все равно справимся. Я уверен в этом. И я уверен в том, что мы справимся. Главное не тупить, как я это обычно делаю. А действовать быстро, аккуратно, экономно. И вроде 4,5 миллиона у нас еще есть. Так, ну что, давайте достаивать. И есть. И теперь нам нужно с вами построить не что иное, как депо, друзья. Давайте строить депо. Железнодорожное. Так, где у нас тут? Железнодорожное депо. Почему еще прохожу? Перепрохожу, друзья. А потому что в игре очень много поменялось всего. Есть много всяких разных нюансов, которые облегчают жизнь нам, строителям. Железнодорожных и автомобильных путей. Поэтому буду делиться своими всякими фишками, которые появились позже того времени, когда мы проходили. Так, поезд мы с вами купили. Купили поезд с учетом того, чтобы ездило 80 человек. Почему? Потому что у нас есть задание одновременно на поезд загрузить 70 человек. Поэтому мы сразу покупаем такое количество вагонов, чтобы хватило. И, друзья, строим с вами остановки. Остановки для общественного транспорта. Овозок. Так, давайте мы сейчас быстренько-быстренько в одном месте мы построили. Теперь в Питтсбурге построим. Питтсбург, привет, мы идем к тебе. И давайте строим здесь. Что-то здесь еще у них, смотрите, какая-то сельская такая дорога. Вроде все мощеное везде, а тут еще какая-то сельская. Ну, я надеюсь, они потом проапгрейдят ее. Так, давайте вот сюда поставим. Вот сюда. И куда-нибудь вот сюда. Я думаю, что этого достаточно будет. Поставим, друзья, гаражик. Депо. Депошечку для автомобильчиков. И сделаем несколько, 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 вот такое количество, я думаю, что хватит, экипажей. И назначим им новую линию. Поехали. Вот сюда. Отлично. Все, понеслась. Так, теперь делаем аналогичную процедуру в другом городке. Тоже ставим гаражик. Так, куда бы нам его поставить-то? Ну, давайте куда-нибудь поставим. Это не так критично. Вот сюда поставим его, например. Так, покупаем наши дилижансики. Думаю, что вот такого количества будет достаточно. Новая линия. И создаем новую линию. Аэрис, две. Три, четыре, пять. Вышел зайка погулять. Все, есть. Отлично, друзья. Мы с этим с вами справились. 878 тысяч у нас осталось. И это отлично. Давайте ускоряемся. Пойдет у нас сейчас поезд. Вперед. Вот такой красавчик. О, какой классненький. Обращаю ваше внимание на то, что вагоны мы сразу взяли. Те, которые ездят в 80-ка ночи. Почему? Потому что в течение игры будет апгрейд паровоза. Сейчас паровоз едет максимально 60. Он будет ездить. Но потом его можно будет докупить сам локомотив другой. И он будет ездить 75. Поэтому мы в будущем только локомотив поменяем. А вагоны будут ездить у нас старые. Но пусть ездить с теми, которые есть. Чтобы сэкономить денежки. Итак, друзья. Ждем теперь выполнения задания. Так, задание мы с вами выполнили. Повысить производство. Больше ничего не мешает проведению мероприятия на электрической фабрике Монравили. Нужно помочь Джорджу Вестенкаузу. Повысить производственные мощности. Рост, рост и еще раз рост. Вот наш лозунг. Только при обеспечении бесперебойного производства наш друг сможет совершить прорыв в исследованиях переменного тока. Так, нам нужно будет произвести 10 машин, друзья. А это значит, что нам нужно будет построить дофигища всяких транспортных потоков. Фабрика у нас, вот она находится. Вот она у нас здесь. И будем сейчас мы с ней заниматься и работать. Пока поезд нам будет зарабатывать денежков. Так, 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 так. Предприятия нужные вроде как я все нашел. Значит, лес нужно будет отсюда возить сюда. Отсюда железо. Отсюда уголь. И вот сюда. Ну, в общем, все так более-менее понятно. Давайте заведем дорогу. Сейчас главное, чтобы нам денег хватило, хотя бы по одной, по две машины, ну, гружевых повозки, для того, чтобы хотя бы наметить линии. А потом будем увеличивать их. Здесь нам нужно мостик поставить. Дайте мостик. О, нормально. Нам предлагают взять заем. Друзья, мы заем не берем. Врагу не сдается наш гордый варяг. Никаких заемов брать мы не будем. Установка вот такая. Так, давайте вот сюда проложим. Дорогу сюда мы подвели с вами. Отлично. Теперь давайте... Нет. Вначале поставим с вами станцию, а потом будем уже проводить дорогу к углю. Станцию берем мы с вами большую, потому что у нас сюда будет несколько веток подъезжать, чтобы они тут у нас не толпились. И берем дорогу, ведем к углю. Поближе туда подведем. Тоже стараемся экономить, сильно деньгушку не тратить, потому что деньгушку у нас, как вы видите, уже не особо много и осталось. Есть. Так, дорогу вроде как мы проложили. Окей. Теперь вот сюда нам тоже нужно будет поставить станцию, собственно, с которой мы будем все это барахляндию забирать. Точнее, куда будем привозить и потом будем отвозить отсюда. И это финальная станция, куда мы все эти запчасти будем привозить. Так, вот здесь вот мы поставим дорожку, чтобы побыстрее возилась у нас оттуда сюда сталь. И давайте, наверное, начнем с вами покупать машины. Нам нужно будет гараж построить. Наверное, где-нибудь здесь мы его построим. Так, здесь же нам тоже еще станции нужны. Давайте вот сюда поставим. И это для вывоза леса. Здесь поставим для вывоза железной руды. И здесь поставим для вывоза бревен. Все, есть. Сюда мы поставим гараж с вами. И будем из него сейчас заказывать машины. Ну, собственно, пока что бабла у нас нет. Нам его нужно подкопить для того, чтобы машины создать. Не смог я уложиться, к сожалению, в нужную сумму. Давайте мы вначале, наверное, сделаем линии, а потом уже вызовем машины. Так, отсюда. Сюда. С полной загрузкой вот там. Окей. Дальше. Следующая линия у нас будет отсюда. Вот сюда. Следующая линия будет у нас отсюда. Вот сюда. Так, еще вот здесь вот нам нужно будет станцию поставить. Давайте поставим. Ну, у нас денежков-то что-то нету. Нету-нету денежков. Ждем, когда бабосики появятся. В принципе, можно ускориться. Во, сейчас появится. Уже много бабосиков будет. О! Совсем другое дело. Так. Отсюда. Мы, между прочим, выполнили задание. И получили медальку первую. Посадите на поезд. Минимум 70 пассажиров. Это мы сделали. Вот сюда пусть они едут. Есть. Так. Следующая веточка, по которой у нас будет движуха происходить. Это вот отсюда. Вот сюда. Так, ну все. Можно раскидывать транспорт. Давайте пока поставим на паузу. И по одной машинке купим на все эти линии. Так, чтобы у нас началась какая-то движуха. Чтобы мы могли с вами хоть что-то сделать. На одну линию назначим. На вторую. На третью. На четвертую. И на последнюю. Сейчас вот отсюда вызовем. Это у нас седьмая что ли линия. Да. Восьмая. Так. Ну все. Пошла движуха у нас. Можно включить. И теперь полюбоваться, как у нас все это дело будет работать. И зарабатывать нам денег. Ну и соответственно, когда денежка у нас еще появится, мы с вами обязательно еще докупим транспорт. А давайте ускоримся. Сейчас поезд приедет, можно будет поставить на паузу и еще докупить машин. Тем более, что он 80 человек везет. Сейчас много денег должен привезти реально. Вот он приехал. Вот наш бабосик. Ставим на паузу и докупаем грузовики. Побольше, побольше возьмем всего. Пожадничаем немножко. Пусть будет у нас много-много машин. Ну давайте, наверное, сейчас мы для начала по одной пройдемся. По одной машинке возьмем. А потом на остатки денег еще, наверное, там по одной, по две машины купим. Посмотрим там у нас, что уже будет получаться. Пока-пока вот так вот. Но берем побольше. То есть здесь важно, чтобы много машин ездило и приносило прибыль. Тут главное не попутать линии, потому что что-то у меня такое ощущение, что что-то я не то накосячил. Что-то я напутал. Так, ну смотрите. Машинки наши поехали. 160 тысяч у нас есть. Сейчас мы еще вот здесь вот докупим транспорта. И еще, наверное, один или даже три три возьмем с вами. Машинки. Пусть они ездят у нас там. Еще здесь у нас, смотрите, еще где-то на несколько машин хватило. По 20 тысяч. Давайте, наверное, вот так вот сделаем. Вот так вот сделаем. Вот так вот. И еще одну. Да, есть. Отлично. Все, понеслась движуха. С машинами мы с вами, друзья, разобрались. Я думаю, что можно, наверное, запускать игру. Сейчас у нас уже будет еще побольше привозиться всяких материалов. Пусть ездит, все ездит. Так, нам нужно 10 штук произвести, а будет машин, не автомобили, а именно те, которые производят завод. И, собственно, мы сейчас быстренько-быстренько стараемся накопить материалы именно на производство этих машин. Сделаем загрузку поезда максимальную на обоих концах, чтобы побольше набирал пассажиров, чтобы он полупустым не ходил. Хотя, в принципе, это не столь обязательно, но пусть будет. Лучше так, чем никак. Потом, может быть, спустя некоторое время, когда пассажиров побольше будет, мы отменим это задание. А, может быть, и не будем отменять, а мы уже посмотрим ближе к делу. Так, ну вот у нас новый поехал экипаж. Давайте-ка мы его развернем сейчас. Так, что-то они у меня не разворачиваются. Такое ощущение, что путаницы как-то на восьмую линию они едут. Что за фигня такая? Сейчас решим вопрос. Что за восьмая линия у нас? А, это седьмая линия у нас, а не восьмая. Вот в чем вопрос. Нам-то нужно было их на седьмую пустить, а я почему-то подумал, что седьмая, это у нас там коротенькая линия около завода. Ну, ничего-ничего, сейчас мы решим этот вопрос. Так, ну производство машин мы с вами закончили, нам пришлось вот здесь проложить дорогу для того, чтобы закончить. И производственный пик мы также сделали минимум машин, которые должны производить предприятия в месяц. У нас получается восемь штук, и это здорово. Дальше у нас открылись несколько заданий за злословие. Томас Эдисон вынашивает зловещие планы с целью публичного дискредитировать систему переменного тока Вестигауза. Согласно слуховника и Гарольд делает какие-то гадости. Ну, короче, давайте пройдемся здесь вот по знаком вопроса и по восклицательным знаком вот сюда вот зайдем, доставьте уголь в лабораторию Николы Тесла. Нам нужно будет его доставить и мы будем его строить вот здесь. Давайте поставим станцию. Так, такая станция нам не подойдет, нам подойдет вот такая станция. У нас полтора миллиона, мы вполне можем себе это позволить. и саму станцию около Николы Тесла будем строить вот здесь. Вот она у нас находится. Ставим ее вот сюда. Но только, естественно, берем такую, чтобы можно было потом поставить депо и запустить паровоз. Я думаю, что вот так вот будет самое оно. Сразу давайте мы с вами поставим депо. Есть. И теперь прокладываем дорогу. Так, как-то нам вот так вот надо проложить. Вот сюда. Есть. Идем дальше. Идем сюда. вот сюда. Еще чуть дальше. Ну, теперь уже метим на ту станцию, которую мы там поставили для того, чтобы запустить поезд, который будет возить уголь. тащим, тащим. Еще чуток. Самое малость осталось. есть. Ой, я промахнулся. Ее, парные кексы. Пройдется немножко подправить. что-то метился, метился я и совсем не туда попал, куда нужно. Есть. Так, ну что, теперь надо покупать паровоз. купим с вами зелененький паровозик. Только проблема заключается в том, что у нас не хватает денег. Надо немножко подкопить и купить. Давайте мы с вами ускоримся. Ну, вот паровоз мы уже можем купить. но мы сразу должны будем еще купить и вагончик хотя бы один, чтобы он возил. Наверное, придется дождаться нам поезда, когда поезд сейчас приедет. О, отлично, смотрите-ка. Покупаем и покупаем вагон. Только один вагон мы можем купить, к сожалению. Но этого нам в общем-то хватит для того, чтобы задать задание для поезда. Давайте зададим новую линию. Например, вот отсюда и вон туда. Есть. И на восточной можно сделать полную загрузку. Отлично. так. пусть у нас стоят работают. Здесь поезд наш поехал. Будем копить деньги и постепенно присоединять вагоны. Короче, пришвартовывать хотел сказать. Все. Есть. С этим поездом мы разобрались. Ждем теперь, пока появятся у нас деньги. можно поделать другие задания, которые у нас есть в городе. Должны быть еще знаки вопроса, восклицательные знаки. Так, давайте-ка почитаем поподробнее по заданиям. Где это у нас что находится здесь? Здесь вроде ничего нет. Я не вижу. окей. Ага, вот возвратительный знак. Многие горожане еще побаиваются электричества. Нужно убедить этих людей в том, что это все безопасно. Короче, надо построить трамвайную линию, друзья. Давайте же построим ее. Я думаю, что можно вот по этой улице прямо пустить такую линию. Сейчас все с вами забубеним. Так, один, два, три, четыре, пять, шесть. Есть. Вот, кстати, здесь восклицательный знак какой-то стоит. Сейчас будем с ним тоже разбираться. Делаем рельсы для трамвая. И ставим депо трамвайная. Покупаем несколько трамваев, задаем линию, назначаем станции. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Сойдет, я думаю, что этого хватит нам для начала. Так, все, уехали, они, что у нас здесь теперь? Коварный доктор Браун обнаружился здесь, и должен быть еще где-то восклицательный знак. Вот здесь вот еще один. Так, что с ним делать-то надо? Он у нас не включается. А, друзья, его надо просто-напросто удалить, этот дом. Короче, здесь обитает доктор Браун и делает свои жуткие эксперименты над животными. Поэтому для того, чтобы завершить этот квестик, это задание, нужно просто-напросто его удалить, это здание. Удаляем. Опа, у нас бабла нет. Во, есть, все, отлично. Опыта над животными мы закончили, квест злословия мы закончили, у нас осталось северное побережье Питтсбурга и юг Питтсбурга. И доставить уголь Николе Тесла у нас. Задание, соответственно, нам нужны паровозы и не только паровозы, а еще и вагоны, которые будут доставлять уголь. Пока что копим. Так, друзья, тем временем у нас появился новый паровоз. В принципе, мы можем перевести частично на этот паровоз нашу железную дорогу. Но сейчас мы пока занимаемся тем, что покупаем открытые вагоны для того, чтобы увеличить емкость линии, по которой возим уголь. Добавили мы на наш поезд несколько вагонов. Это уже не один, уже несколько. Отлично. И теперь дело пойдет значительно быстрее. Так, а между тем мы выполнили задание перевезите людей на трамваи и тем самым завоевали расположение людей, живущих на юге Питтсбурга. Нам осталось только северное побережье. Я-то понимаю, что это именно нужно выполнить задание по Николе Теслу. Можно еще купить один вагончик. А можно купить даже пару вагончиков. Давайте, наверное, пару купим еще. Я думаю, что этого достаточно будет. и как только поезд разгрузится, мы его отправим в депо. Загрузили мы поезд. Все, он выехал. Уже шесть вагонов у нас. Ну, теперь здесь вообще все ништяков. В принципе, можно еще купить. Вот новый поезд Могул. 971 тысяча он стоит почти миллион. Как вариант на этот поезд поставить его, ну, когда у нас появится соответственно денежка. И тогда будет побыстрее здесь все у нас добываться. Больше, быстрее людей будет перевозить. То, что людей смотрите здесь сколько сейчас на вокзале стоит. Просто толпа какая-то огроменная. Так, 880 тысяч у нас, друзья. Нам не хватает этих денег для того, чтобы купить новый паровоз, но мы будем с вами обязательно иметь в виду. А, подождите, дайте-ка мы его загоним. А, мы же можем старый паровоз еще продать. И получим с вами бонус от этого. Так, давайте мы старый продадим. Купим новый. вот этот вот на 75 километров в час и отправляем в путь. Ой, да, на первую линию понеслось. Теперь значительно веселее дело пойдет по перевозке пассажиров. Ну, еще раз вам скажу, что мы с самого начала во-первых, вагонов брали побольше и вагоны брали такие, чтобы потом их со временем не менять. Чтобы уж купить один раз и потом не продавать, покупать еще что-то. Ну, а поезд понятно, что пришлось продать. Смотрите, практически всех он собрал, но там еще желающие остались. вот такой красавчик у нас теперь ходит между нашими городами, ну, и уголь постепенно подвозит второй наш поезд и тем самым тоже помогает заработать нам денег. еще плюс денег, он быстрее и больше будет привозить, потому что пассажиров столько же везет, но при этом получается, что быстрее. Пассажир такой любит и платит больше. Так, друзья, мы выполнили задание по доставке угля Николи Теслы и теперь население Питтсбурга наконец осознало превосходство переменного тока на подстоянном, но это еще не все хорошие новости. На Ниагарском водопаде скоро будет построена гидроэлектростанция. Короче, нам нужно доставить 100 машин в разные города, в частности не только в ближайший город, как я доставлял из одного города в другой, вон там машины уже делаются, но и провести ветку железнодорожную в Питтсбург и возить туда машины. А возить их нужно будет именно вот отсюда с этой фабрики. Для этого нам нужно будет построить железнодорожную ветку и этим мы сейчас с вами займемся. Итак, друзья, мы отправляемся с вами в Питтсбург, построим с вами сейчас вот здесь железнодорожную станцию, так как бы нам ее расположить так, чтобы она влезла и теперь будет прокладывать веточку к нашему заводу по производству машин. Сделаем здесь хвостик, здесь сейчас поставим тоже станцию и прокладываем ветку туда. В принципе, деньги у нас есть, но мы постараемся сэкономить с вами, ну, конечно, не максимально, но по чуть-чуть. Так, чтобы можно было сразу потом еще поезд купить. Так, мы в правильном направлении вроде идем? Вроде да. Придется поезду подняться в гору, может быть, здесь мы тоннельчик какой-нибудь замутим, не знаю, посмотрим. Вот так вот попробуем. 100 тысяч, нет, это дорого. Так, давайте попробуем вот так вот сделать и вот такой тоннельчик вот сюда. Так, здесь мост, да, нам предлагают сделать, нет, а если без моста, вот что-нибудь такого плана, все равно мост и вниз не дает его опустить. На 843 тысячи хочет, чтобы мы ему заплатили. Блин, ну, я не знаю, может быть, столько и заплатить. Тогда придется ждать нам, когда привезут деньги. Давайте немножко подождем. Во, привезли, отлично, строим. Есть. Теперь нам нужно купить еще один поезд и дождаться, когда мы довезем все 100 машин. Все, поезд мы с вами, друзья, купили, выгнали его на линию и теперь осталось только дождаться полной отправки товара. Друзья, пока мы строили, у нас здесь вышли новые автомобили и можно, в общем, при желании поменять. Опять же, поезда были современные, автомобили были современные, так, чтобы у нас больше все это приносило прибыли, но это если вы любите, чтобы помимо выполнения задания у вас все еще было прикольненько в плане финансов. У нас финансы позволяют проапгрейдить все, поэтому я думаю, что мы вполне с вами сейчас все грузовички, какие у нас есть, проапгрейдим до самого современного вида, чтобы получить побольше прибыли. Но это делать совершенно не обязательно для выигрыша, просто опять же для того, чтобы все было чики-пуки. Так, и так мы выбрали еще одну золотую медаль и нам дали еще одно задание. Соответственно, вопрос совести, объемы производства быстро растут, но есть небольшая проблема, рабочие запастовки устроили, мы им денежок выплатили, благо есть, что выплачивать. Есть альтернативные варианты, но там могут быть последствия, поэтому проще всего пойти навстречу рабочему классу и выплатить им то, что им полагается. Поезд, друзья, мы также с вами проапгрейдили, как вы видите, он у нас 75-километровый в час, и поэтому побольше уголька, ну и вагончиков еще прицепили, привозят, так что с деньгой здесь все будет в порядке. Уж не знаю, сколько нам еще потребуется до конца, но вот совсем чуть-чуть осталось довести материалы, отстроили мы такой забавной городишкой, я думаю, что сейчас привезут машины последние, и мы на этом с вами закончим выполнение этой миссии. Ну и как я понимаю, она будет у нас пройдена все-таки на 5 золотых медалей, и это тоже радует. Все, полный успех, как вы видите, мы сделали это, 5 золотых медалей, друзья, я вас поздравляю, приходите, еще будет много-много всего интересного, нас ждут такие же миссии на 5 золота, еще впереди есть чем заняться, всем пока-пока. миссия миссия миссия